Когда КВН закрыли, сразу появилась идея открыть КВН. Встал вопрос, кто будет вести новый КВН? Геннадий Малахов! Камера включена, видочек прекрасный. Ну что, последние у нас видосы это аллергия, теория, практика, аллергия, паразиты и прочее. Ну, разные высказывания, разные высказывания. Я как раз вечерком, вечерком сейчас вечерил, вечерил там. И с экрана, по-моему, первого канала сегодня, сегодня это, что у нас, 31 марта, как раз рассказывается, аллергия наступает, вот значит, вот это дует, ветер вот этот, несет пыльцу, все, 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 люди болеют и так далее. И при этом прогноз такой, что от пыльноза в скором времени каждый второй будет болеть. Придумали прививки, придумали прививки и разную, 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 разные новшества, которые только увеличивают количество заболеваний. Вот я себя вспоминаю, так, если кратенько, себя вспоминаю, но не без того, где-то врачи тебе могут помочь, не без того, там, ранку перевязать, то есть, вот, пятое, десятое сделать. Ну, вот просто вспоминаю, ангины, ангины у меня ангины, молока много пил, занимался тяжелой атлетикой, набирал вес, все это там такое, то есть, произошла, вообще-то ужасно зашла ковка. Ну, естественно, ангина. Тогда ум мой не связывал, что вот это ангины, это следствие от такого порочного питания. Не связывался ничего этого, ну, что ж такое, что такое, болею. В армии, кстати, был, не болел, с армии пришел, опять вот это питание началось такое-сякое, заболел. Ага, ну, что, вот, советуют сделать, вырвать гланды. Вырвали эти гланды, все, о, где-то месяца три-четыре, а как раз это где-то в мае, по-моему, их вырвали. Практически все лето, и даже побольше где-то, ничего не болело, ничего не болело, все нормально, никаких ангин, ничего нет. Начался насморк. То есть, то, что должно было выходить, грубо говоря, через гланды, полезно через нос. Вот, ну, что, к врачу, к врачу, ага, ну, что, 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 что будем делать. О, отличное средство. Нафтизин. Закапывай, он подсушивает слизистую носа, и ничего там у тебя не будет. Начал пшикать. О, действительно, ты смотри, подсушивает слизистую носа. Насморка нету. Ну, он потом появляется. Я опять пшикал. Вроде нету, потом опять появляется пшикал. Ну, короче, такие действия привели к тому, что слизистая настолько пересушилась, что перестало работать. Запах пропал. Обоняние пропало. И появился, добавок, гайморит. Лечение? Лечение. Ну, и я вам рассказывал, что спина у свояка болит. Обезболивающие таблетки, потом язва желудка. Откачали. Спина болит. Уколы обезболивающие. С сердцем стало плохо. Откачали. Вот сейчас как-то так, знаете, вот-вот-вот-вот. И вот с этой аллергией, с этой аллергией в крови слишком много, вообще в организме, слишком много чужеродного. В том числе и от модных процедур этих. В том числе и от всего вот этого питания, которое тут добавляет неизвестно что, для того, чтобы лишь бы продать. Поэтому, естественно, и аллергия только растет. Прогнозы делают. И вот, прививочка. И, ну, немножечко пробежимся по вашим комментариям. Так, пробежимся. Ну, просто пробежимся. Значит, вот тут МММ Малышева, Малахова, Мясняков, бредятина и так далее. Ну, что бредятина? Это просто не удаляем, а заблокируем этого пользователя. Просто-напросто заблокировали. Так, тут лайк. Сделайте, смонтируйте ролик про него и вакулое. Про оригинальных методиков поддержать здоровье. Ну, так он же рассказывал. Вы же берите и используйте. Кстати, что я хотел еще сказать. Мой канал представляет собой, как книга. Вот вы обычно заходите на канал и только раз, самую первую, первые там видео. Вот. Что там дальше, вы и не знаете. И, наверное, и не хотите узнать, какие видео дали. А если взять вот эту книгу, у нее сколько тут страниц? Нет, тут 300 страниц. А передач я выпустил более трех тысяч. И в каждой передаче может быть такая крупинка знания, которая именно вам нужна будет. И если среди вас такие люди, а я думаю, туда дальше, конечно, появится, если YouTube не загнется, что уже будут не по литературным источникам они что-то делать, а уже как сейчас начинается, по опубликованным видосам, что-то там раз выделяют. Ага, вот это вот, вот это вот нужные такие вещи. Поэтому смотрите, что мне его пересказывать. Пересказ того или иного, он должен соответствовать какой-то теме. Лишь бы просто вот так пересказывать, пересказывать, я вам уже сказал, более трех тысяч видосов. И в каждом видосе может быть такая изюминка, которая вот именно вам, вам поможет вас на что-то натолкнет. Дальше пользователь пишет, не устою вас благодарить от излечения моего сына от неизлечимого нейродермита. Потому что вам скажут, это неизлечимо. Но если вы не понимаете, значит это не значит, что и другие не понимают, что и как подходить. Если я это не знаю, не понимаю, это не значит, что и нет других людей, которые в этом деле разбираются и понимают. И вообще, перезук, это самое, значит, вот, вот тут, так сказать, на аллергию теория практика. Зашлакован организм у всех, однако же аллергия не у всех. Вот именно, не у всех оказывается. А что? Вот как некоторые говорят, а может там еще паразитики примешаны к этому? И насколько организм зашлакован? Это же тоже важно понимать. А не просто вот так только раз, что у всех он, грубо говоря, зашлакован на 5 килограмм, допустим, грязи. Вот я все говорю, ну думайте, думайте. Это ваше здоровье, это вас касается. Вообще-то вот вся эта литература, все эти там видосики, они это там где-то и примерно конкретные. Где-то пища для размышлений, как действовали, для чего действовали. Значит, зашлакован, конечно, между всех однако аллергия не у всех. Теперь мы говорим, с чем зашлакован, насколько зашлакован. И далее еще, и наличие паразитов на этих шлаках. Какие паразиты? И вдобавок еще, у каждого индивидуальная конституция своя, как она на это все реагирует? Да у них, да там зашлакован, он все равно прет через все эти шлаки, работает, человек там гуляет и живет. А у других вроде, то есть, есть много факторов, вот, которые вы для себя должны вычленить, именно на каком из них у вас имеется аллергия. Аллергия не у всех, да. Если перед мной стоит толстый человек, соответственно, еще и с давлением сахаром, если сопутствующий, я со своими 55 килограмм, при росте 165, занимающийся регулярно фитнесом, употребляющим здоровую пищу, у меня есть аллергия на пыльцу. И может быть и такое, не скрою. То есть, все отметать вот нельзя. А у него ничего, вот, а у него ничего, то я не представляю вашу теорию в действии. И не надо представлять теорию, я действия показал на практике. Что у этих людей было, что у них выходило. Вы же читайте, вникайте. Если это вам не соответствует, ну, значит, ищите, что ж у вас такое, что вот ваш организм реагирует на пыльцу. Почему так? Что такое? Что внутри вас находится такое, на что пыльца провоцирует вот такое действие. Вот и все. А еще тот факт, что оттуда, откуда я, у меня аллергии нет. Хорошо. Ни на что. А там, где я сейчас живу, у меня аллергия на незнакомое растение. Вот и весь ответ. Ну и хорошо. Раз ответ, значит, вы поняли, что-то договорить. Опять-таки, отношение к информации. Вот она книга. И только вот на этой странице может содержаться нужная для вас информация. А все остальное, так о чем-то рассказывают. Да, то, вроде как, она это. Но вас не касается. Смотрите, думайте. Далее, значит, пользователи, не все могут 500 килограмм. Может, есть другое лечение. А может вам попробовать, то есть мне попробовать, миостимулятор. Я написал, это точно, могут не все. Я же рассказываю, знаете, вот такой какой-то глупый комментарий, который, вот опять-таки, вот человек зашел, и он только увидел вот это вот видео. А то, что там где-то объясняется, как это работает, что это работает, он и не смотрел. Он вот это вот, 500 килограмм. Начал-то я со 100 килограмм. Вот об одном и том же. Говорим, 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 ну сколько можно. Вот. Меостимулятор. Да попробуйте миостимулятор. Дело в том, что я же еще объяснял, объяснял. Меостимулятор, насколько я понимаю, он стимулирует мышцы. А гравитационная гимнастика, она стимулирует работу костного мозга. А вот работу костного мозга и его восстановления стимуляции, а уже это не каждая метода. Далеко не каждая. Я вот все вам показываю свои там ногти вот такие вот. Откуда я стал все это вот замечать. Понимаете, можно заниматься и не понимать, какие процессы происходят. Занимаясь этой гимнастикой, я лично не буду говорить за других, что они там почувствовали, там, занимаясь, не занимаясь, бросили или продолжают заниматься. Почему я еще это все продолжаю? Я чувствую отклик своего организма. Как перестраиваются ткани, как перестраивается тот же вот этот вот костный мозг, какие у меня становятся эти самые ногти, были одни, стали другие. Какая там становится, грубо говоря, кожа, какие там мышцы мягкие, насколько у меня энергии больше, что у меня там с суставами, что у меня вообще с головой там творится, в смысле памяти есть или памяти нету. Вот в чем дело. А вы тут миостимулятор, то есть бездумно, вот так, опа, опять-таки, важно понимать, вот там есть такой, это дальше будет комментарий, на мой голод я показал, а вот на 40-й день смотрите, что с меня выходит, я его покажу, вот здесь он будет. То есть каждый метод, вот этот вот метод изодинамической гимнастики, он так не сделает, как длительный голод. А длительный голод не сделает, как изодинамическая гимнастика, он не даст такое количество энергии, хотя тоже там это самое. То есть идет на голоде, на длительном таком голоде, на большом голоде идет уже такая работа, то есть организм становится хирургом, и он если есть, смотрите, вот какая-то там плесень, которая на кишке там прилипла, сосет ее, то он ее убивает, и вот так, знаете, так мягенько, таким природным скальпелем ее только удаляет, и потом выводит, в отличие от того, что там вам вырежут пол, пол кишечника, и скажут, да я так нормально, и дальше живи как хочешь. Методы это инструменты, которые нужны вам для того, для сего, для пятого, для десятого. Вот все касается этих всех стимуляторов и прочих тренажеров. Ага, нет ли тут просто рекламы тренажеров? Ну, как хотите. Реклама тренажеров, дело в том, что я тренажерами сам не торгую, ну, ссылаться я ссылаюсь на автора этого тренажера, не без того, и при этом кто хочет. Ну, вдобавок, вдобавок, знаете, сколько там этих тренажеров вообще там раскупили? Уже, наверное, штук десять, может быть, даже больше. Ну, примерно так. Разошлось по белу свету, и в основном благополучно все это позабрасывали, а возможно даже сдали на металлолюб. Дальше вот это А, а как протрузии генгиомы и непонятно вы пропагандировали здоровый образ жизни и что не могли заработать столько болячек или все это грешили едой и так далее. Знаете, грешили мы, не грешили. Есть проблема и есть ее устранение. И вот она, смотрите. таскаю шины для машины, не боли, походняк и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть важно это все устранить, а не то, что, а что там было, а как там было, что есть на данный момент. Вот оно самое основное. А не то, что там было. Как говорится, было, да, всплыло. Так. Непонятные дианусы, коротые вы зачитаете, это чьи ваши, у меня как-то слово нет, это чьи ваши или не ваши. Еще разок пересмотрите. Вот смотрите столько раз, чтобы вы в конце концов поняли, о чем идет речь, о ком идет речь. Так, если да, то занимаясь гантелями все прошло. Да и занимаясь гантелями не прошло. Опять-таки, человек вот зашел на канал, а, видит Малышева и Малахова. О, вот это. А вот, что тут объясняется о том, он и не знает. Еще говорю, крупицы, смотрите этот канал, смотрите с самого начала. Потому что, может быть, видео совсем о другом, но там только раз, я, допустим, об аллергии рассказал, об асме рассказал, так, мимоходом, еще там о чем-то рассказал. То, что именно надо. Петрович, я вас обожаю, очень много людей вокруг вас исцелилось по вашим рекомендациям. Опять-таки, говорю, я постарался, постарался в книгу, вот в свою книгу, когда я ее писал, с учетом особенностей организма, организма в первую очередь, опираясь на физиологию организма, подобрать такие методы, которые позволяют ее восстановить. И тогда все болячки отпадают. А если мы этого не делаем, то мы будем вот это вот рецептиками там лечиться, вот этими вот модными процедурками делать каждый раз, и все больше и больше. Жириновский всем, как говорят, процедур этих модных сделал, должно быть такое иммунитетище, а получился обратный результат. И почему он получился? Он получился закономерным, из-за того, что стимуляция иммунитета, которую выбрасывает в кровь иммунные тела, которые представляют собой белковое образование, в результате кровь становится густая, насыщенная. Естественно, там возникают разного рода закупорки и все. И нету била, глупость била, погубила. Малышева очень плохо училась в мединституте, все врачи, не опираясь на исследование, вещают нам бред. Вот это пользователь пишет Надежда Воробьева. Ага. Операции по замене сустава, уколы, химии, и все это с потолка назначается. Значит, все, суставы можно восстановить. Думайте и знайте, наш организм самовосстанавливающая система. Да, он восстанавливается. Создайте ему условия и все это восстанавливается. Правильно помогайте организму. Вот и все, вот именно. И вот и все. Не делайте МРТ и не верьте, кто это смотрит и делает заключение. Ну, я бы не сказал, что не верьте МРТ. Зачем было придумано это МРТ? То есть, зачем было придумано рентген? Он просто-напросто показывает насколько поврежден ваш организм и где эти повреждения. А вот что касается лечения, это уже совсем другая тема. То же самое МРТ это более, так сказать, современная вещь, которая позволяет, значит, не просто вот как рентген снял и вы плоско посмотрите. А там вообще в объеме посмотреть. Там целый диск у меня там записан такой. Развернуть, посмотреть. Ну, я думаю, это на соответствующей программе надо там делать, которая врачей есть. Что че и че восстанавливать, как лечить. Вот тут-то восстанавливается все, кроме зубов. Но за зубами надо следить, к сожалению. Надо следить. Ну, вот я что вам и хотел сказать. Изучайте мой канал. Там очень много видосов. Причем одна и та же тема. Я уж не говорю там про очистки печени или еще чего-то там такого. Разбирается по несколько раз под разными уголами. И в том числе и заболевания, и другие методики, ну, и много другого. Что может вам это пригодиться. Поэтому меньше вопросов больше.